Доброе утро, мои хорошие! Меня пришёл будить Твиксик. Я поставила будильник на 7, даже 3 будильника, и прикиньте, я просто их выключила и продолжила спать. Проснулась почти в 12, 11, 20. 20 минут 12-го, прикиньте? А столько дел, блин, новогодняя суета, надо столько видео заснять. Как я всё это сегодня успею, даже не знаю. Пришёл такой разлёгся, когда он маленький был, он всегда приходил и здесь ложился. Но он просто не понимает, что он вырос и стал тяжелее, и мне неудобно дышать, когда он так лежит. Мне так нравится мой новый чехол, который я заказала Шейн, такой новогодний, с оленем. Очень мило смотрится по мне. Прям кайфую, когда вижу, и в то же самое время вспоминаю, что у меня есть материал, не смонтированный, где как раз-таки я показываю этот чехол и ещё много чего. Я заказала и себе, и альбиночки, но мне кажется, очень круто. Я специально взяла чёрный, чтобы он не пачкался. Смотрится классно. Хочу наконец-то похвастаться. Закончила тональный от Bourjois 123 Perfect в оттенке 51. Наконец-то я его закончила. И ещё закончила тушь от Essence. Вот это вот. Здесь я убирала дозатор и кисточкой прошлась по всем краям. Вот вам видно, что он абсолютно пуст тюбик. Тушь я закончила довольно быстро, а вот на основу ушло чуть больше года. А всё потому, что параллельно я ещё использовала другие основы, которые у меня есть в коллекции. И сейчас у меня очень много тюбиков, где наполовину тон. Так что вот так. Я тут присмотрелась и обнаружила, что всё-таки на донышке немножко средства оставалось. И я решила сегодня тоже макияж сделать вот этим тональным, чтобы закончить его прям на 100%. Вот столько было на донышке и по краям. Теперь уже смело можно выбрасывать. Точнее отправлять пустые баночки. Отправляю в коробочку, где у нас пустые баночки, декоративки. Потом уже в 2023 году, дай бог, буду снимать для вас пустые баночки, декоративки за год. В преддверии Нового года, кстати, всех с наступающим. Огромное спасибо, что смотрите мой канал. Пишите комментарии, мне безумно приятно. Сегодня прям преддверие Нового года. И во многих магазинах сейчас, если честно, скидки. Такие достаточно неплохие. И хочется все-таки этим воспользоваться. И хочется, конечно же, сделать приятное маме. Я очень долго думала, что ей можно подарить. Для меня идеальный подарок для мамочки. Это робот-пылесос. Тем более сейчас на них очень хорошие скидки я нашла в одном месте. Но я решила все-таки с мамой это согласовать. Сказать ей, что я хочу ей купить робот-пылесос. На мое удивление, мама сказала, что она не хочет. Она хочет телевизор. Телевизор обойдется, ну, почти так же, как и робот-пылесос. Хотя смотря какой телек покупать. Поэтому я решила все-таки пусть это будет подарок, который будет по душе мамочки. Поэтому сейчас я накрасилась, нарядилась. И сейчас мы с мамочкой пойдем выбирать для нее телевизор. Так немножко помониторила я цены в разных магазинах. Так я заметила, что везде фиксирована одинаковая цена. Мне кажется, все-таки они как-то договариваются между собой. Просто ни монат туда, ни монат сюда. То есть, одна и та же модель, например, телевизора стоит и в Баку Электроникс, и в Браво, и во всех остальных других магазинах, таких крупных достаточно, одинаково. Копейка в копеечку. И мне кажется, скорее всего, они там это согласовывают. Но в любом случае деваться некуда. Надо воспользоваться скидками, надо воспользоваться этой возможностью. И действительно, у нас в гостиной нет телевизора. Идея покупки телевизора в маминой голове зародилась не просто так. Дело в том, что брат недавно, два дня назад, купил себе новый телевизор. И когда я ему позвонила, дабы уточнить, где же телевизоры все-таки дешевле, он мне посоветовал сначала прийти к нему домой и посмотреть на размер его телевизора. И вы знаете, он, как всегда, оказался прав. В магазине 55 дюймов мне казался маленький телевизор, но потом у них в квартире я поняла, что очень даже ничего. Я все-таки маму уговаривала взять побольше. Чем больше телевизор, тем лучше. Но мама настаивала, что такой большой телевизор нам просто ни к чему. Но увидев у брата дома, она поняла, что лучше взять чуток побольше, потому что у нас и комната побольше. Помониторив немножко цены в интернете, мы решили отправиться в Браво. А здесь так много новогодних игрушек и всякой мелочи. И, кстати, у одного блогера я увидела, что 31 числа все эти атрибуты стоили гораздо дешевле. То есть в несколько раз можно было купить игрушки с 70% скидкой, потому что 31 числа естественная ликвидация товаров. И поэтому учтите этот момент. А так здесь игрушки достаточно дорого стоят. Но здесь есть эксклюзивные варианты, которых нет в других местах. Например, вот этот Дедушка Мороз. Или вот такой набор, например, носочков. Мне кажется, идеально подойдет на Новый год кому-то. Но стоит 18 монат. Это 10 долларов. Дороговато для 4 носочек, на самом деле. Но можно 31 числа прийти и закупиться всего побольше и по очень смешным ценам. Особенно, кстати, вот эти новогодние игрушки. Они стоили по 3 моната. Мы были там 29 числа. Но 31 уже они стоили по монату. Или даже еще дешевле. Я просто подписана на наших местных блогеров. И вы знаете, очень много полезной информации они несут в массы. Я долго стояла около этих прилавков и совсем забыла вообще, зачем я сюда пришла. Посмотрите, какие крутые игрушки у нас на елке. Просто ужасные игрушки, которые мы купили. Супер дешево. Я думаю, вообще надо поменять все игрушки и купить сочетающиеся между собой. Но это я решила оставить на следующий год. Потому что в этом году было очень много расходов. Покупка машины, прихожая, теперь телевизор. Да и много-много всего. Естественно, машина и телевизор не сравнится с елочной игрушкой. Но я экономлю теперь. Решила немножко притормозить и не покупать пока что никаких игрушек. Еще плюс телевизор мы, например, сейчас возьмем. А под телевизор тоже надо заказать, потому что у нас его нет. В магазине 60 дюймов не было. Был 55 и 65. И мы долго сомневались. Думали, какой же все-таки взять. Разница в цене была приличная. Поэтому еще дольше топтались. Но в конце все-таки решили взять 65. Я заметила, что маме нравится 65. Но она как-то стесняется мне об этом сказать. И я подумала, ладно. Гулять так гулять. Возьмем 65. Нам хорошенько его проверили. Показали. Все упаковали. И тут, как всегда, на помощь примчался мой братик. Помог загрузить машину. В его машину телевизор поместился. Естественно, в моей Малибу ни в какую бы не поместился. По идее, там бесплатная доставка. Они сами могли бы привезти. Но это было бы уже после Нового года. А мама очень хотела, чтобы в новогоднюю ночь она смотрела какие-то передачи на этом телевизоре. Поэтому мы решили все-таки попросить брата. Он, естественно, без вопросов. Как всегда, примчался и помог нам привезти телевизор. Естественно, его устанавливать тоже пришлось нам. Но ничего страшного. Самое главное, мама довольна и счастлива. Короче, телек достаточно большой, как вы видите. Мы его поместили на пол, потому что пока что под телевизор у нас нет. Надо заказать, выбрать, придумать. В магазине были варианты, но они нам не понравились. И в спешке не хочется покупать, что-то ненужное. В общем, телевизор достаточно большой. Это диагональ 65 от LG. Очень мне нравится. Мне кажется, больше даже не надо было. Потому что если больше, то уже слишком близко будет к двери. Так что идеально просто. Мы хотели взять диагональ 55. 50 или 55. А потом в конце передумали. И хорошо, что передумали. Отвиксик прям в страхе. Он не понимает, что происходит. Столько всего пришло нового к нам домой. И опять начинает грызть коробку. Не делай. Сына нельзя. Нельзя. Продолжение следует.